Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». Ход реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году обсудили в Общественной Палате Республики. С докладом по заявленной тематике выступил председатель комиссии Общественной Палаты по экологии, строительству ЖКХ и дорогам Анатолий Барков. Проблема проведения капитального ремонта многоквартирных домов актуальна ввиду износа жилищного фонда и увеличения ветхого и аварийного жилья. Также участники говорили о повышении роли собственников и муниципальных образований в решении вопросов капремонта, обсуждали текущие проблемы и возможности их решения. В 2023 году ведутся работы по капитальному ремонту в 30 многоквартирных домах. Из них можно отметить в том числе капитальный ремонт крыши у нас в 16 многоквартирных домах, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 5 многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов у нас производится в 3 многоквартирных домах, И замена лифтового оборудования у нас происходит в шести многоквартирных домах, которые включают 24 единицы. То есть лифтовая система поменяет. По состоянию на сегодняшний день у нас больше 50 объектов уже приняты, подписаны соответствующие акты. По остальным объектам уже на сегодняшний день ведется акт приема работы. Около 2000 частных домов Карачаева-Черкесии бесплатно подключены к газу в рамках социальных догазификаций. Об этом заявил глава региона Рашид Тимрезов. Сейчас работы по строительству распределительных газопроводов ведутся в Тиберде, где в конце прошлого года котельные были переведены на природный газ. До конца текущего года будут газифицированы первые дома жителей Верхней Тиберды. Также Рашид Тимрезов отметил, что проведение работ по строительству газопровода внутри земельных участков проводится за счет республиканского бюджета абсолютно для всех заявителей без исключения. Помимо этого, с марта 2023 года субсидируют многодетные малоимущие семьи, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также проведение работ по газификации внутри дома. 4 ноября в Москве на ВДНХ откроется международная выставка «Форум Россия». Задача каждого региона – как можно ярче рассказать о себе и о достижениях республики. Свою продукцию на выставке представит и бренд «Хитсунов». Это одна из лидирующих компаний на Северном Кавказе. Подробности у Альбины Ламковой. На выставку в Москву мы повезем свою продукцию – колбасные изделия, мясные деликатесы, а также наши новинки – консервные изделия и сырокопченые колбасы. Нас пригласили по инициативе Министерства сельского хозяйства. Для нас это на самом деле большая честь, очень приятно представлять республику, надеясь, что все пройдет замечательно. Компания развивается на федеральном уровне, представлена во многих регионах страны. Активная работа проводится в Москве и Центральной России. Планируют заходить в страны СНГ, Казахстан и Белоруссия. Работают в компании «Хитсунов» больше ста человек. На самом производстве задействовано около пятидесяти. На всех циклах используют оборудование высокого качества. Отборные свежие ингредиенты служат залогом успеха «Хитсуновых». Выпускают 40 видов продуктов по стандарту халяль – из мяса, птицы, говядины и баранины. В том числе колбасы, полуфабрикаты и деликатесы. Продукция уже завоевала заслуженную репутацию у покупателей. В 2025 году компания намерена утроить мощность производства и расширить её ассортимент, говорит Алена Хитсунова. В планах – разводить собственных животных и птицу. Реализация идеи благоприятно скажется в развитии сельского хозяйства и создании новых рабочих мест. В компании работают очень много наших родственников. И, естественно, мы к этому делу относимся очень глубоко. Это не просто бизнес, это действительно дело всей жизни нашей семьи. Мы кушаем сами эту продукцию, мы кормим наших детей, вкладываем туда сердце, душу, всю любовь, как говорится. И стараемся развивать это направление и доказывать людям, что колбаса – это не просто бутерброд, а колбаса – это в том числе и высокая кухня, и это шикарные деликатесы, и это вкусный завтрак, это прекрасные моменты с семьёй. Уже скоро каждый гость выставки в Москве на ВДНХ сможет оценить вкус и аромат представленной колбасной и деликатесной продукции. Ещё много интересного можно будет увидеть на ней от наших местных производителей, а также посмотреть экспозиции, посвящённые экономическому потенциалу, природе и культуре региона. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Помимо компаний Хитсунов, в выставке примут участие ещё три предприятия. Все они выполняют значимую роль в развитии экономики нашей республики. Отбор проходил в соответствии с критериями организатора выставки. На экспозиции будут представлены колбасные изделия, варенье, мёд, чай и минеральная вода. Первый заместитель министра сельского хозяйства Карачаева-Черкесия отметил, что участие в выставках и форумах стимулирует развитие отрасли, помогает создать плодотворную среду для продвижения предприятий республики и привлечения потребителей. Выставка подразумевает под собой проведение ярмарки в два этапа. Карачаева-Черкесия примет участие в ярмарке в начале декабря 2023 года и в начале апреля 2024 года. Предприятия всем довольно-таки известны. Они принимают участие в наших ежегодных ярмарках. Одно из предприятий ООО «Дары Дамбая» недавно представляло нашу республику в Всероссийском фестивале «Вкусы России». Сейчас реклама, после продолжим. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. 22 октября состоится фабильный сбор рода Кучетеровых в Селевочке Кен. В 12-часовой старане «Жемчужина Кавказа». Вход бесплатный. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется монтажер со знанием программы «Адоб-Премьер». Возможно обучение. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51. Или по телефонам. Код 8 87 82 22 04 75. Мобильный. 928 026 12 70. В ГТРК и правительство Магаданской области 27-28 ноября проводят телефестиваль «Русский север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны, жизни людей на севере. Истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам. Защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте вести-дефис-магадан.ру Вскрыть через 22 года, в годовщину столетия Великой Победы, на Кохорском перевале у подножия одного из обелисков активисты Зеленчукского райкома партии КПРФ заложили капсулу времени, адресованную будущему поколению. К массовому патриотическому восхождению присоединилась и наша съемочная группа. Среди тех, кто оставил высокогорный автограф на письме времени, оказалась и Фатима Даурова. Очередной массовый поход к вершинам Кавказского хребта был посвящен 80-летию освобождения Кавказа в Великой Отечественной войне и поддержке специальной военной операции. В автопробеге с последующим восхождением к местам проведения ожесточенных боев на Клухорском перевале приняли участие более 50 человек. По пути следования патриоты остановились в поселке Орджоникидзовский у музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. На территории этого архитектурного комплекса находится братское захоронение останков бойцов Красной армии, павших в боях за перевалы Кавказа. Минутой молчания, возложением венков и цветов к вечному огню участники автопробега почтили память советских солдат. Затем автоколонна под знаменами Победы, СССР, России и Карачаева-Черкесии последовала по маршруту до Клухорского перевала. Высокогорное восхождение к памятникам и обелискам защитникам вершин Кавказского хребта – это добрая традиция актива Зеленчукского райкома партии, которую каждый год разделяет все больше и больше людей, неравнодушных к истории своей родины и ее героическим страницам. В этот раз к патриотической акции присоединились гости из Москвы. Столичная семья Крижановских стала свидетелем и участником исторического события – закладки, капсулы памяти, адресованной в далекий еще 2025 год – год столетия Великой Победы. Мы приехали первый раз вообще на Северный Кавказ. Абсолютно впечатлены красотой, это любовь на всю жизнь. Я думаю, мы много раз сюда еще вернемся. И совершенно случайно сегодня попали на вот эту вот акцию по закладке капсулы. Я читал, и вот ребенок скоро будет по истории проходить, что здесь были тяжелейшие бои. Именно вот проезжали, когда сюда ехали памятник защитникам перевала Кавказа, поэтому очень рады, что на такое мероприятие попали. Я думаю, дети тоже это запомнят. Очень нравится, очень красиво. Я очень рада, что сюда поехала. Я бы еще хотела сюда вернуться со своими детьми, потому что это правда надо увидеть. Изумительная пейзажная красота Клухора только подчеркивает страшную картину хроники 80-летней давности. Артефакты и наглядное доказательство тяжелых событий до сих пор встречаются путникам по дороге к вершине перевала. Собранные предыдущими участниками восхождения разных годов, они представляют собой часть экспозиции памятников и монументов, установленных в честь погибших здесь солдат Красной Армии. На 90% это подставка под миномёт. Вот сделаны ребра жёсткости, она более упругая и более лёгкая. Снизу соединяется ещё дополнительный крепёж. Вообще они выпускались для этого литые, но таскать сюда литые, я думаю, слишком это. Поэтому думаю, что вот эта конструкция разработана специально для гор. Боевые действия на высоте требовали колоссальных ресурсов в организации снабжения. Требовалось подвозить боеприпасы, продовольствие и даже дрова по дорогам, по которым могли пройти только вьючные животные. Так в горах началась позиционная война. В начале сентября Красная Армия перешла к контратакам на Клухорском перевале. На долю советских солдат и командиров, оборонявших главный Кавказский хребет, выпали тяжелейшие испытания. При крайней нехватке оружия и боеприпасов им предстояло сдержать намного превосходящие силы противника. Мы не должны забыть прошедших этот ад солдат, врага, разивших меж камней. Под вечными снегами гордо спят герои тех небесных крепостей. Именно здесь, на Клухорском перевале, нашим бойцам противостояли свыше 10 тысяч солдат и офицеров вермахта, прошедших особую подготовку в Альпах. Они были обеспечены всем необходимым снаряжением для проведения боевых действий в условиях высокогорья. Рядом с памятным камнем в честь красноармейцев буквально в нескольких шагах от него стоит другой. Памятная доска на нем напоминает о солдатах вермахта, которые нашли свою смерть на отвесных скалах Клухора. Здесь же расположено кладбище, где они захоронены. Сюда время от времени приезжают их родственники из Германии и следят за состоянием могил. Тем временем идет активная работа по установке саркофага, куда по плану организаторов восхождения должны поместить капсулу времени и книгу «Помним имена героев». Кто-то размешивает строительную смесь из цемента и гравия, а кто-то несет подходящие по форме и величине камни для укладки стен камеры хранения. Параллельно участники восхождения по очереди оставляют свои подписи на историческом документе. Капсула памяти или времени – особый формат писем в будущее. Она воплощает в себе сразу две мечты человечества – возможность сохранить что-то важное на века и одновременно совершить символическое путешествие в будущее. Подобные капсулы позволяют узнать о ценностях прошлых лет и сохранить связь между поколениями. Мой папа все время, уже несколько лет принимает участие активное в этих акциях. И сейчас, в этом году, я тоже смогла присоединиться. Преемственность поколений чувствуется. В прошлую акцию принимал участие мой сын, он смог. То есть был и дед, и внук. И мы все поддерживаем нашу КПРФ и поддерживаем память, передачу молодому поколению всех знаний и того опыта, и тех тяжелых моментов, которые были во время Великой Отечественной войны. В наших горах это особенно хорошо можно прочувствовать на этих перевалах, когда не хватает воздуха. Даже нам, простым людям, ходить здесь, им приходилось здесь воевать, нести тяжелую технику, автоматы, вести за собой пушки. Мы видели, куда поднимались эти солдаты и что здесь происходило. Экспозицию из памятных досок на фасаде каменного гранита украсила еще одна, только что установленная участниками восхождения. Бережными, почти ласковыми движениями руки один из установщиков вытирает последние следы крепления, как бы явственнее подчеркивая ценность живой человеческой памяти. На последующем митинге у подножия Кавказских гор за активное участие в воспитании подрастающих поколений и содействие в проведении массовых патриотических акций, участники восхождения были отмечены благодарственными письмами и грамотами, а также памятными медалями ЦК КПРФ. Гульнара Коломойцева и Светлана Дяченко сотрудники Зеленчукского краеведческого музея буквально на днях вернулись домой после выполнения волонтерской миссии в ДНР. Они были в Мариуполе, где выполняли гуманитарные задачи. Патриотизм исходит из сердца, там же, где горит любовь к родной земле, считают девушки. Первое – это помогать людям, тем более тем, которые попали в сложную ситуацию. По поводу, сказать, Мариуполя, там, конечно, помощь нужна, требуется, и это не будет остановлено, это будет продолжаться на протяжении многого времени, наверное. Поэтому есть в мыслях у нас, в планах поехать еще раз, потому что помощь эта нужна, и она как бы, ну вот, как сказать, даже, не знаю, очень благодарны люди, те, которые приходят, видят, что приезжают из России волонтеры, ну и даже и не волонтеры. Те, которые просто люди неравнодушные, жители России, приезжают, помогают. Это, конечно, неоценимый вклад, и это должно быть. Не смогла остаться в стороне. Хотелось как-то помочь нашему фронту и тылу помочь. Мы вообще со Светой сначала специальной военной операции всегда участвовали в сборе гуманитарной помощи, в ее отправлении. Но когда появилась возможность, появилось время на это, как-то вот все сложилось, и мы поехали. Хотела своими глазами увидеть, поговорить с людьми, встретиться с ними, узнать, познакомиться вообще с населением. И действительно, очень-очень нужно, чтобы наши люди ехали и помогали. Просто добрым словом, добрым взглядом, неравнодушием своим каким-то, просто хорошим отношением. Чтобы люди чувствовали, что они не одни, что они столкнулись с горем, страшным временем на самом деле. То, что они пережили, это не описать словами, это бомбежки, это голод, это холод. Часть группы дошла до верхней седловины Клухорского перевала, где у обелиска минутой молчания они почтили память защитников Кавказских высот. Бои шли с августа 1942 по октябрь 1943 года. Клухорский перевал являлся одним из перевалов, через который немцы пытались идти к бакинской нефти. Но защитники Кавказа не дали им, перевал Кавказа не дали им осуществить эти планы. О важности сохранения исторической памяти, о мужестве советских солдат из прошлого века и гордости за их современных потомков, которым пришлось возобновить борьбу с фашизмом, говорила лидер райкома партии Роза Чучаева. Почет и вечная слава всем, кто в годы войны защищал родину от врага и принес свободу странам Европы. Почет и вечная слава всем тем, кто и сегодня ведет борьбу за свободу независимости родины и борется с фашизмом, который накопил силы и снова пытается вторгнуться в нашу землю. Пришедшие власти на Украине, потомки предателей бендеровцев, при поддержке их западных покровителей вновь объявили войну нашей цивилизации. И вновь, чтобы выстоять в эти непростые времена, нам необходима сплоченность, сила духа, патриотизм. И сегодня, здесь на Клухорском перевале, высоко поднимая священное знамя победы, мы гордимся нашими ребятами, которые, рискуя жизнью, мужественно защищают интересы нашего государства на территории Донбасса. И именно это знамя будет направлено вместе с гуманитарным грузом на передовые позиции наших солдат. Действительно, красное знамя победы реет на высоте почти что в 3000 метров над уровнем моря. А кристальная голубизна осеннего неба только подчеркивает его ярко-алый цвет. Природную тишину нарушают лишь гитарные аккорды и припевы солдатских песен. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. А легкие наброски углем передают атмосферу и эмоции, которые вызывает окружающая красота горного пейзажа, где уже вот как в 80 лет спокойствие вершин Кавказского хребта хранит тишина мирного неба над головой. В гостях у Росгвардии побывала юная жительница Тибирды Маргарита, в будущем мечтающая стать кинологом. Специально для нее сотрудники регионального управления провели экскурсию по кинологическому городку. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Юная жительница Тибирды Маргарита в сопровождении мамы посетила этот кинологический городок в рамках постоянной ведомственной рубрики «В гостях у Росгвардии». Вот-вот должна осуществиться ее мечта – ближе познакомиться с работой кинолога и узнать как можно больше адресировки четвероногих специалистов по некоторым видам служебной деятельности. По словам самой девочки, изначально она думала, что встретит большое число собак, которые будут громко лаять, возможно, пытаться укусить. Однако на деле все оказалось иначе. Экскурсия началась около вольеров с питомцами. После прибытия на кинологический городок специалисты начинают свой день с выгуливания своих служебных собак. Далее идет у нас кормление. Давай попробуем выгулить собачку. Этот немецкий Курцхар попадает в объектив видеокамеры в первый раз. Впрочем, несмотря на отвлекающие факторы, он четко выполняет все команды кинолога Артема Будникова. Маргарита мечтает стать кинологом. В городок она и приехала, чтобы ближе познакомиться с этой профессией. Но и в качестве юного журналиста девочка тоже неплохо смотрится. Сложно ли быть кинологом? Ну, не очень сложно. Главное свою профессию знать, знать материал по своему роду службы и постоянно обучаться. Потому что вся наша жизнь – это обучение новой методикой кондрессировки и соблюдение правил ухода и содержания служебных собак. Маргарита умело преодолела полосу препятствий под руководством опытных наставников из Росгвардии. Затем понаблюдала за работой четвероногого поисковика взрывчатых веществ и продолжила изучать специфику дрессировки питомцев. Можно ли обучить взрослую собаку? Конечно, можно. Любую собаку можно обучить. Главное, чтобы желание было. Ну и терпение. Они, знаешь, очень резвые, очень веселые. С ними никогда скучно не бывает. А так, для первых шагов, чтобы так обучить, мы используем корм. Там подкармливаем. Если он сел, мы даем чуть корму. Если он команду дал, он лег, мы еще корм даем. Чуть позже школьница поделилась своими впечатлениями от экскурсии и знакомства со служебными собаками. Моя мечта осуществилась. Я посмотрела, как работать им, как учить собак. Мне очень понравилось. Я очень благодарна Росгвардии и вам за осуществление мечты ребенка, что она побывала в этом месте, прочувствовала душой и сердцем, увидела своими глазками эту работу. Большое вам спасибо. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкисия. В соответствии с законом Карачаево-Черкесии от 12 января 2005 года, есть категории льготников, которые имеют право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов. Республиканская стоматологическая поликлиника со дня издания документа продолжает проводить эту работу. Алла Динаева подробнее. Приближается 2 ноября. День памяти жертв карачаевского народа и республиканская стоматологическая поликлиника напоминают жителям Карачаева-Черкесии, что доктора продолжают оказывать льготное протезирование. В соответствии с законом Карачаева-Черкесской республики о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и о социальной поддержке отдельной категории ветеранов, имеющих право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов, это лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, ветераны военной службы и труженики тыла. Мы будем рады видеть всех с поликлиники и оказать всестороннюю помощь в зубопротезировании. Сотрудники республиканской стоматологической поликлиники предлагают такие виды льготных ортопедических конструкций, как... В рамках льготного протезирования мы протезируем съемными протезами, несъемными, к несъемным относятся штампованные коронки, литые конструкции, мостовидные и литые короночки. Если этого недостаточно, то используем индивидуальный подход, подбираем необходимую конструкцию для восстановления улыбки и жевательной функции. Для реализации льготного протезирования лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам военной службы, при себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Прийти на приемы и получить консультацию и рекомендации по дальнейшему протезированию можно с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья в Республиканской стоматологической поликлинике в Черкесске, улица Горького, 6А. На базе Центра образования номер 11 специалисты консультационного центра для родителей провели групповую консультацию. В очередной раз рассказали, как повысить их компетентность в вопросах образования и воспитания детей. Центр, как и прежде, оказывает консультации в очной форме, через выездные и дистанционные консультации. О планах и результатах работы специалистов расскажет Альбина Ламкова. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования в нашей Республике продолжает работу Республиканский консультационный центр. На следующий год, в 2024 году, Центр образования номер 11 останется республиканской площадкой, то есть останется Республиканским консультационным центром. Что в Москве ценили нашу работу, и мы выиграли грант, и на следующий год. Мы понимаем важность данного мероприятия, потому что от психологической атмосферы в семье зависит не просто функционирование семьи, а функционирование государства и эмоциональная составляющая будущих граждан. Сейчас проходит Всероссийская неделя родительской компетентности в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг психолога, педагогической, методической и консультационной помощи родителям или законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Призываем всех родителей воспользоваться бесплатными услугами. В наше время рыночных отношений так редко предоставляют что-либо бесплатно. Тут государство готово оплатить. Самое главное, что есть в наше время, это образовательную, воспитательную услугу. Образование век информационных технологий стоит очень дорого. Поэтому, дорогие родители, придите, мы сделаем жизнь вашу лучше и ваших детей. Консультации по вопросам образования и воспитания детей до 18 лет могут оказать помощь дефектолог, педагог, психолог и логопед. Еще бы хотела призвать к следующему. Мы все время говорим, ВПР, как это страшно. ОГЭ, боже ему, АЕГЭ, это вообще караул. А скоро у нас будем писать сочинения, и вся семья начинает себя накручивать. Вот я вам хочу сказать, не надо этим заниматься. Есть специальные люди, которые готовы вас настроить, настроить ваших детей, всех ваших бабушек, дедушек, всех, кто в вашей семье переживает за выпускников или учащихся школ. Педагогическая грамотность родителей, их просвещенность в психологии, мотивированность их на полноценное воспитание своего ребенка – залог успеха в обучении и развитии у него социальной и жизненной компетенции. Над чем и работают специалисты. Я провожу консультации для родителей на протяжении уже пяти лет. Также мне помогают и психологи, и логопеды, и дефектолог. Наша работа очень эффективна для родителей. Они получают консультации и очень довольны. Мария Мбаташева воспитывает семерых детей. Полученная психолога, педагогическая информация на таких встречах всегда своевременна. Каждый раз что-то новое и полезное, говорит она. У меня в семье особый ребенок. И мы обращаемся с ребенком, как бы специалистом, дефектологу, логопеду, психологу. Очень хорошие результаты. Бывало, что комплексовали и не хотели разговаривать с другими людьми. И как бы вот сейчас и стишки учат. Получить бесплатную консультацию и психологическую помощь могут все желающие родители. Записаться можно по электронной записи на официальном сайте центра. Также услуги оказывают дистанционно, по телефону и скайпу. А в некоторых случаях возможен выезд на дом. Моя тема на сегодня – это развитие, воспитание и обучение детей с ОВЗ или инвалидностью. На данном вебинаре мы знакомимся с понятиями. Также даем рекомендации, говорим общий план действий для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. И мы заметили, что когда мы проводим наши вебинары дистанционно, то большее количество родителей, законных представителей, имеют возможность подключиться к этому вебинару. Потому что, как вы понимаете, мы проводим это не только в выходные дни, но и в течение будних дней. Еще в рамках Всероссийской недели родительской компетентности специалисты консультационного центра будут работать на выезде в Зеленчукском районе, так как поступило много обращений от ее жителей. Альбина Ламк, Валий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok